приветствую всю честную кампанию очень приятно что я все таки успел только я только об одном молю чтобы в эти 40 минут криминальность в молдавии не получила всплеска окей все поехали тогда прошедший уикенд на мой взгляд блин он был таким классным но и будет еще более классным наступающий уикенд говорить о всех поединках не имеет смысла давайте на мой взгляд конечно если у вас есть что сказать будем с радостью вас выслушивать два поединка эдгар берланга и наваретте ну то еще там если кто-то считает что еще какой-то бой заслуживает того чтобы о нем поговорить давайте тогда начнем то ли ты на службе начинай давайте начнем сначала берланга берланга такой проспект который идет вперед но сейчас он уже поднимается своих соперников уже у него лучшие соперники все от него всегда ждут нокаута но я думаю что со временем это уже будет потихоньку исчезать уже будет будет уже и победы решениями уже будут и нокауты поздних раундах там технические нокауты потому что большая позиция сильнее и меняется и сама и само рисунок боя и сам бокс потому что в этом в этом весе у него там есть хорошие боксеры дальше у него будут ждать его хорошие боксеры сейчас у него был соперник такой крепкоголовый сколько он его не бил никак не мог это нокаутировать в конце было такое драматическое можно было дать уже нокаут но все-таки почему-то рефт не посчитал что нет можно было остановить уже в конце этот бой когда вот упал этот его соперник на даун а с наваретте классно провел бой очень хорошо провел бой и тоже меня этот его соперник вес этот удивил такой крепкоголовый это очень хорошо тоже себя показал посмотрим дальше уже что будет с наварета просто у наварета что у него очень длинные руки очень длинные руки и видите вот тут удары нестандартные многие не приспособлены к ним ждут стандартных ударов он пьет нестандартно что я заметил вообще у него боковой как будто и не поймешь прямой или боковой вот так вот это для некоторых обычных бойцов для так называемых правильных обученных такой школы классической бокса трудно с ним потом хочу заметить этот бой который был между японцами за поезд 49 килограмм да вот мне понравился этот бой я не знаю почему многие писали что такое бой мне понравилось что чемпион в этом бою весь бой держал на дистанции своего соперника то есть он показывал то есть он смог его 17 раундов держать на той дистанции которой было ему удобно это тоже очень большой труд очень большая работа чтобы это сделать потому что некоторые могут раунд два удержать а больше нет он здесь будет а это сделал окей понял игорь ваше мнение по поводу берланга на варетте ну берлана был заряженный на нокаут пытался нокаутировать я думаю только поэтому он не показал не показывал свой бокс ну в принципе у него и не было все нокауты в первом раунде какой у него там бокс ну а этот новаретте следующий новаретто новаретто кристофор диас диас мне понравился нормальный ну и новаретто тоже такая неплохо конечно но хотелось бы получше как всегда немного словно и как утюгом как утюгом по животу должника ярчику твое давай вноси вот в этот вот дискуссию больше больше светлого ну ну вот это хорошо лучше чем по яйцам я думаю что берлангу нужно когось пригласить в свою команду потому что это не боксер а лисоруб он заряженный он бьет но мне не хватает в нем мозг ему нужно больше думать в рейнзе чтобы нокаут не чекать не шукать его а чтобы нокаут сам до него прийшов в данный момент что я в берлангу побачил это такого сельского махача который бьет хочет вырубить но этого мало не все захочут падать и не всех щелепа подточена под берлангу это бей в принципе красивый но мне не подобаются такие поединки они не думают ну а на варете ну не вразил ну такое впечатление что он как какой-то миног действо плутав что-то не сильно меня таки вразил начал так позитивно закончил крайне 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 как-то серо миша к нам наконец-то добежал толь твои встретили команду меня ну как бы более более такую чтобы все-таки развивала в нем боксера а не просто грубую силу которую на сегодняшний день как мне показалось в этом бою он бы демонстрировал то есть что касается что касается что касается наварета диос диос показал что у него яйца стальные он красавчик он очень здорово терпел и мне вот визуально показалось что выглядело такое так выглядело что диос либо на категорию ниже либо навареты на категорию выше большая разница была в габаритах навареты был очень крупный и при этом ему позволяло вот это что не хватало больше в кулаках у диоса так безалаберно как-то иногда действовать без подготовки с открытыми головой с длин широко раздвинутыми руками свингами махать диос бедолага не мог ничего сделать и как бы наварента хороший парень но если он будет боксировать с тем же этим расселом то он проиграет как бой а в общем-то сам бой зрелищный очень классный и такой настоящий мехикан стайл миша приветствуем тебя рады тебя видеть берланга и наварета твои впечатления от этих поединков он готовился он готовился подождите подождите друзья мои дайте уступаю пока следующему спикеру дайте секунду ты крайний миша уже все высказали серьезно тогда тогда я поддерживаю ярика он всегда видит на пол глаза дальше остальных я реки я с тобой давай ты подготовиться все таки а не будешь снижать на ярика заставляя его работать между себя что я увидел я увидел берланга это это знаете это такой айки биобучи вот который в общем не получил своего сникерса вот и разозлился на соперника потому что абсолютно правы все надо включать мозги потому что здесь здесь достаточно было просто вот выбрать находясь на средней дистанции выбрать цели и по этим целям собственно говоря сработать и все не надо было ничего придумать зачем были эти широкие удары нужны в принципе те кто пришел смотреть на махач вот реально вот то что будет противостояние беринчика и лобова где-то вот они получили удовольствие я же получил ну жуткую жуткую изжогу потому что в общем такой тупости в ринге я от берланга не ожидал я я понимал что он силовой боец но все таки как-то не николсон тоже не пальцем деланный а наваретте наваретте меня поставит постоянно в тупик потому что от таких длинных рук ждешь только одного узкого коридора четкой работы джебом а он ну действительно такой в общем как бы колхозный кузнец который в общем вышел как там высоцкий пел хорошо бы с перепою кулаками помахать вот это вот он и делает и абсолютно тоже соглашусь с Толика с Анатолием потому что если вот Рассел который умеет проходить с уклончиками на ближнюю дистанцию и более работать в узком коридоре и самое главное ударить и тут же уйти с линии ответа может создать в общем наваретте проблемы Миш я иссякаю у тебя уже ты можешь включаться я тут я тут я очень с интересом слушаю вас да я видел как ты с интересом рассказывать твое мнение берланга и наваретте очень очень я тебе скажу весомая точка зрения в принципе с ней можно согласиться потому что уже да действительно все уже все сказали поэтому но только в хорошей компании и под хорошую я помню и мы переходим к вечеру бокса который к вечерам точнее вечера бокса который обрушится на нас в пятницу через субботу и на воскресенье по вашему мнению какой самый интересный вечер бокса вот вы рекомендуете посмотреть ярчик давай ты ты улыбаешься значит что-то хорошее у меня просто сит прийшел доброе ниже побажать найбільше хочу порекомендувати подавиться бей Джозефа Паркера проти Дерека Чесори ну я люблю цих бейців Паркер я никогда не приховывал один из моих улюбленных супертяж и я буду топить саме за него потому что я чекаю все таки усик Паркер и теперь Паркер атакуючи Чесора он просто не умеет иначе бить атаковать новые тренеры цикава интрига Чесора может програти миллион раз но он будет в миллион первый раз интересный стиль это будет не бей усик Чесора потому что тут может Паркер нарваться как он нарвался с Уайтом а может и работать красиво как он умеет я за Паркера но этот бей для меня крутой и я его буду смотреть это единый бей который я буду смотреть в ночи Анатолий я бы сказал что надо встретить и Паркер и Чесора но и очень хочу поставить возвращение Энди Руиса ну и конечно ветерана Ореолу тоже хочется увидеть потому что он так за последние бои похудал так достаточно неплохо и вот то что у него там рекорд сейчас какой-то по количеству нанесенных ударов за бой тоже как-то хочется увидеть два ну вот эти два наверное боя надо смотреть однозначно ну помимо того там еще будут неплохие бои которые тоже стоит посмотреть Толик я думаю на эти выходы нужно все смотреть все будут интересны но конечно же у нас будет два очень хороших боя Паркер и Чесора на первом месте потом Руис уже с этим как его с этим как его с этим Ореолой да вот эти два боя главные ну потом я бы уже поставил уже Бивова и уже Лару или Лару да понял Игорь ваше мнение я тоже сразу Паркер Чесора Паркер Руис ну и потом Бивов ну и Лара тоже интересно посмотреть что он хотя уже он в последних боях не очень но думаю должен что-то показать ясненько ясненько Миша ну выбор такой уже все все рассказали пройдусь еще раз то своими словами Лара прошел пик скажем не было рубить сбитый летчик но Лара уже в тираже Бивов проходная защита соперник середняк в общем будет просто рейтинг и все и два тяжа это всегда интересно две пары тяжей я бы на первое место все-таки поставил обновленного Руиса хоть Ореола давно тоже уже там сбитый но обновленный Руис это интересней на мое мнение чем будущий соперник Усика который интересен в общем-то ну больше нашей аудитории вот у Паркера есть голова на плечах а у этого у Чесоры хорошая отдыхалка то есть это будет интересно потому что Чесора будет идти вперед будет какая-то драка это интересно а по поводу Руиса ну это вот на мое мнение это большее открытие чем эта дурная стремянка Фьюри которого я не перевариваю в общем-то и мне он намного интереснее как бы я хочу посмотреть как он очень хорошо отделает Ореолу вот и это будет я думаю интересно по красоте я думаю этот бой был на первом месте все-таки то есть крестобал Ореола будет самым красивым поединком наступающего уикенда да я думаю что Руис ему навешает мама не горит хорошо Миша давай тогда в общем как по твоему мнению будет проходить этот поединок как будет проходить я думаю что Руис будет боксировать в том стиле в котором боксирует Канело собственно говоря там его просто из него делают такого тяжелого Канело вот я думаю он попристреливается чуть-чуть а потом будет наращивать и когда Ореола устанет а он устанет достаточно там к экватору будет просто избивать его по всем этажам в общем-то и в итоге в конце уложен я думаю в раунде где-то седьмом наверное окей принято Толик а как по твоему мнению будет проходить Руис Ореола я тоже думаю что нокаут там Руис выиграет ну мы смотрим сейчас на обновленную его всем кажется на его физическую форму внешне он выглядит вообще таким зверем ну мы посмотрим я думаю я тоже думаю что будет нокаут но в каком раунде я не буду сказать мы надеемся на это что будет нокаут как бы будет зрелищным да я согласен с тем что это будет самый такой зрелищный бой со стороны того что будет Руис может сделать нокаут но допустим число Рай Паркер будет более большая то есть более близкая конкуренция и этим он будет иметь свою красоту в боксе каждый бой этих выходных будет красиво по-своему Лара в другом весе это тоже будет интересно его видеть в другом весе как он будет себя чувствовать этот африканец чтобы будет бородим талани да тоже будет он такой взрослый уже и будет драться против молодого тоже интересно молодость против старости тоже будет интересный бой Игорь по вашему мнению вот я сомневаюсь что как бы новая форма Энди Руиса да это будет для него двояко с одной стороны он почувствует легкость а значит возможность работать плотнее больше и с непривычки то может и скажем так капкакаться как вы считаете случится это с Руисом все может быть я не думаю что будет нокаут Ореолу еще никто не Кличко не Дианте Вайтер не Стиверна никто не Конваский этот последний бой никто его не мог уложить и тем более Руис не уложит я думаю даже может быть будет табурет полотенце вылетит от Ореола то есть как как и в проединке против Виталия Кличко Крестобал Ореола будет плакать в своем углу да хорошо это это мексиканское дерби я думаю ну как минимум Ореолу пригласили чтобы он подтянул как бы сказать значимости Руиса то что Руис будет по-настоящему рубиться да но на всякий случай я думаю что они просмотрели такой вариант если уже совсем Крестобал там не будет падать от ударов обновленного Руиса то табуретка ему тоже заготовлен то что досрочно будет это сто процентов но я рассчитываю что Руис все-таки силу не растерял с потерей веса ему этот жирок особо ничего не давал на самом деле не так там это важно было у меня такое впечатление что мы о Руисе говорим как о рестайлинговой какой-то модели автомобиля обновленный фартук вспомним давайте вспомним какой канело был до такого когда его хорошо уже подхимичили там подкормили какой он стал совершенно другой какой он был в начале карьеры и вот Руис тоже все-таки спортсмен это любой это в первую очередь атлет чем ты атлетичнее тем тебе как бы все остальное нормально раскрывается по поводу обкакается или он если он Джошуа не обкакался то какого-то ореолу он точно не обкакается не такой ореола и страшный на самом-то деле так что я думаю что все будет нормально а я не я не вважаю что у него у Руиса такие удары что он вырубить ореолу и я бы склонялся до того что справедливо будет технический нокаут таборетку сомневаюсь потому что это мексиканское дерби а у него уже не одна таборетка была а то что бомбами забить может количество ударов запросто мне что здаётся что будет зупинка рефери техническим нокаутом я скажу так Руис это то что то кем стать должен был ореола но не стал вот и Руис это такой техничный тяж такой рубашка нормальный поэтому я думаю и чисто технически он намного интереснее чем ореола и был анатолий ваше мнение я вам скажу что я за Руисом наблюдал еще с того времени когда он был проспектом и он был всегда такой пузатненький но что его отличало это всегда хорошая физическая форма он проходил большие дистанции никогда не за ним ну не было насколько я смотрел его боев замечено чтобы он сильно подседал то что он еще подкинул вот этих лишних вес скинул то как правильно Михаил сказал оно ему роли особо не сыграет а то что он наоборот поможет это факт и то что он добавит еще в более мобильности то что ему не хватило во втором поединке с Джошуа то что было в первом а сейчас он будет намного мобильней плюс с учетом с тем подходом которым тренирует Альвареса по такой тактике похоже тренирует сейчас и Руиса и я думаю что тут не идет в момент в том сила удара какая у него идет в том что как правило падают от ударов которых не видят у Руиса ручная скорость хорошая была а сейчас будет еще лучше я думаю что вот именно серийная комбинационная работа приведет к тому что скорее всего будет как будет нокаут я думаю что так же как и Михаил и будет где-то ближе к шестому седьмому раунду к второй половине ближе шестой седьмой уже за экватор и Руиса вот это скидывание веса это очень хороший знак и очень большие перспективы для всех потому что даже в том же бою с Паркером я считаю что его засудили Паркер в отличие от Руиса промолинейный такой не очень-то и сильно разнообразный боксер Руис все-таки еще своего пика не дошел и я считаю что это большая если этот бой подтвердится так как мы думаем это большой ну такой скажем шаг для того чтобы войти в эту элиту к фьюри Джошуа можно сказать еще вайдер так его не будем списывать потому что одно поражение не может его перечеркнуть его блестящую карьеру дуэтом поэтому я думаю что у Руиса это хороший классный бой его надо смотреть по поводу стиля Руиса и Паркера Паркер все-таки более британский боксер более классический а у Руиса из-за его скажем так нужно понимать когда ты то есть вы не поймете человека весящего 160 килограммов и боксирующего когда у тебя на тебе жир ты просто не можешь некоторые удары бить по факту и вот начинаешь как бы выкручиваться окей принято мнение меня очень интересует вот поединок Дмитрия Бивола вот этот бой против Ричарда полтора года простоя фактически что что это за бой к чему он приведет и насколько общем вот этот поединок скажем так подведет Бивола к бою гипотетическому против победителя пары Артур Беттербиев Джон Смит Игорь давайте вы у меня на экране так что вы начинайте мисс матч это понятно думаю будет стараться нокаутировать во второй половине сразу ржавчину скинет а потом должен а если без нокаута так ему он интересен он уже сколько боев проводит холостой мисс матч а не считаете что это будет что-то вот скажем так лайт версия Берланга Николсон ну типа такого типа такого что то есть ясненько полтора года это много полтора года это много простой полтора года да Толик твое мнение мнение что-то вот как почему сейчас мы говорим об Биволе тот самый Беттербиев простой и мы видели его с Денискою да и видели что он так подсел так же мы сейчас увидим и Бивола но этот его соперник он англичанин чемпион Англии из конючной я думаю это не так уж плохой соперник он такой середняк для того что для этого простоя это будет нормальный соперник потому что сейчас ему подавать кого-нибудь из сильных может быть и проблемы а так чтобы выйти опять зайти в колью для Дмитрия это хороший соперник Ярчиков Я думаю что о цьому Биткове недавно я за допомогою Анатолия дизнався что Бивол из молдовского означает племяный бик по закарпатски племяный бик это бика я думаю что цей бика не ушатает до нокауту лошадко из тайной Боба Арума думаю будет все равно это все равно это будет мисс матч и полную дистанцию пройдет и не будет ничего красивого показывать я сомневаюсь ржавчина 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 нокаута не будет трениров проработать комбинации продышаться почувствовать ринг вспомнить пропустить по блоку в корпус челюсть в голову самому попасть задача должна быть пройти всю дистанцию как оно может быть в самом бою никто не знает много сюрпризов где явные фавориты падали фаворит слишком быстро выиграл казалось бы легко проходить а он еле-еле 12 раундов вымучивался как оно будет тяжело сказать но то что тактически и правильнее было бы для бивола ставить задачу боксировать 12 раундов и на какие-то определенные комбинации какие-то задачи тактически решать вот так я думаю и думаю что скорее всего что так и будет 12 раундов поединок Миша твое мнение это обязательная защита учитывая простой думаю задача тренерского штаба и самого бивола посмотреть что из себя сейчас представляет согласен он должен пройти всю дистанцию даже он хочет не хочет но в любом случае так где мы да 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 ты все появился да в любом случае бивол никогда нокаутером не был и не стремился к этому такой темповик обычно ну не совсем обычный но в целом темповик вот и я думаю что следующий бой с бетербеевом вполне нормально вот сейчас посмотреть в каком он состоянии если все не плачевно то как раз и времени хватит и не нужно этих промежутков ну а вот этот вот поединок он чисто для определения ну помимо всех обязательных вещей для определения что из себя представляет Тима сейчас он сам и сам понимал и вот тренерский штаб понимал как бы не более того вот в свете гипотетического поединка с бетербеевом мы видели что и бетербеев после простоя тоже такой себе и бивол думаю тоже такой в принципе любой боец я думаю после таких перерывов нуждается в каком-то проходном поединке по любому вот то что мы и увидим собственно какой титул бивол будет обязательную защиту проводить супер супер да да он провел обязательная защита это просто титул потому что бивол провел пять последовательных защит WBA и получил как награду титул супер чемпиона а подожди так это вот это седьмая защита она не обязательная что ли это в этом 15 месяцев против обладателя WBA а сейчас получается WBA в полутяжелом свободный то есть титул пардон пардон да пардон не знал ничего страшного UBank насколько интересен сегодня UBank потому что в общем как он не пытался менять промоутеров оказавшись в Германии в конюшне Cali Saurland и компании Time Saurland все таки в общем не приживается он в Германии возвращается в Англию где по сути у него и есть фан-база насколько на сегодняшний момент Крис UBank во втором среднем весе может быть интересен потому что мое мнение что в общем как бы он сам себя загнал в патовую ситуацию где он собственно говоря как чемодан без ручки просто и нахрен никому не нужен Миша давай я думаю что решение вернуться совершенно правильно я думаю не знаю что ему там Cali рассказывал Saurland вот я недавно слышал заявление что он там хочет турнир организовать супертяжей что у него там деньги есть я думаю что вопрос сугубо финансов активности нету ничего нету вот он и заскучал я вообще не понимаю зачем он соглашался на Германию когда все там так сейчас плачевно а у него и фан-база там есть все таки и он как боксер еще вполне еще не израсходован все еще где-то на середине пути поэтому я считаю что перспективы у него неплохие но ему надо активность какая-то вот реальная активность я за юбинка болевал на суперсерии когда еще было он мне сдался такой харизматичный как он ялдерима и это достаточно перспективный харизматичный конечно у него харизма 5% от его бат стиль атакующий помпезница все я думаю у него еще он еще свое слово не сказал еще несколько лет воюет а потом будет человеком который открывает двери у элиты анатолий твое мнение я вам скажу что юбик всегда стал был проспектом перспективным и вот он сколько уже боксирует он дальше перспективный то есть нет у него роста он вроде бы и боксирует вроде бы техничный вроде бы все но чего-то нет он не выигрывает те бои которые казалось бы должен был выйти и на сегодняшний день кроме как в Англии к нему большого интереса я думаю особо нигде и нет потому что он из Германии вернулся и в Америку вроде как не попал и вроде там и Рой Джонс возле него крутился туда что-то в нем не хватает хотя громкое имя отца дает ему вот этот подпитывает его к тому что к нему есть все равно интерес какой-то и боксирует он неплохо но я говорю вот чего-то ему не хватает и он постоянно вот он перспективный все вот он перспективный но какие-то важные бои он раз пролетел раз пролетел непонятно то не подготовился то не показал то есть мне кажется что он звездой не будет это будет максимум домашний чемпион максимум и то там ненадолго и не факт что будет ну то есть вот я так его вижу все пороблено да да что пороблено 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 Толик твое мнение Крис Юбин да я согласен вот все сказать что он постоянно перспективный перспективный но он из семи боксеров у него отец тоже был чемпионом тоже такой он из такой семьи как и Лопес как и Лес Атакрус вот этот вот это да я не знаю кто у него там еще был там у него много кто были да и да и да из него или выйдет что-то или ничего но я думаю у него есть есть шансы у него или панли или пропал а насчет Билова я хотел добавить я сегодня читал что он хочет спуститься в 76 для того чтобы встретиться с Канело потому что он сказал что ждать Бетербиева потому что он ему хотят бой Смитом сделать да он лучше подойдет уже Канело будет взять больше чтобы деньги заработать потому что больше денег он заработает с Канело чем допустим с тем же Петербиевым это старые балочки я сегодня смертель чтобы сойтись на 2,6 ему нужно из туалета не выходить как минимум дня три это раз во-вторых кто такой бивал для того чтобы в общем боксировать с Канело Канело да то есть если если Бивол не хочет ждать Бетербиева то он еще не понимает что он вынужден будет ждать Канело еще дольше потому что Канело сначала себе во втором среднем весе а потом если ему заплатят он обратит внимание на Бивола Игорь ваше мнение о Крисе Юбенке и вот этой ситуации с Биволом такой же как и Чавесе младше тоже из семьи боксеров тоже с боксеров легенд а с боксеров легенд не просто с боксерской семьи что Юмбек что и Чавес легенды но не их сыновья к сожалению ну толку из этого вообще вообще ноль ну этот хоть Чавес почемпионил немного а этот вообще будет крутиться возле чемпиона не более хорошо хоть в топах и все для меня он вообще чемпион айби о ориентал нет не знаю как там с ориентацией у него папа там в нескольких лагерях в общем находился это вроде не мешало ему не мешало ему побеждать впрочем как и сектору камача камача в завершении у нас ожидают очень хорошие бои наташа джонас против кэти тейлор будете смотреть почему не будете смотреть почему ярчик давай не буду не буду до 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 окей не 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 знаю не знаю как получится Она действительно круто боксирует Это реально круто Брейхус У Брейхус победила Я бы с Шилдс Джессика Маккаскел Вот с Шилдс я бы посмотрел А вот так это уже чисто Если попадут туда Я бы еще с Шилдс и попробовал Миша, твое мнение Ну, целенаправленно тоже Наверное, вряд ли буду Я вообще скажу, что Если уже брать Я не сильно люблю, честно сказать, женские единоборства Не потому, что там Что-то имею против Просто мое мнение, что Женская голова создана для другого И для вот этого Но в целом скажу, что Женский ММА мне интереснее Чем женский бокс И мне считают, что женский ММА Даже поинтереснее, чем и мужской Там Миша извращенной мечты Завалить телку И настучать ей футбол Ну, а в целом Пожелаю всем здоровья Миша, я думал, что ты скажешь Что женский бокс Это не то Женская ММА Это не то А вот женская тяжелая атлетика Это, конечно же, классно Я хотел, честно сказать Я хотел это сказать Но думаю Сейчас начнется Оно и началось Не надо тебе было говорить Ребят, спасибо вам большое До следующей среды Будем обговаривать поединки Прошедшего уикенда Потому что в наступающем Особо О чем говорить не будет Берегите себя Своих родных и близких И все будет бокс Если ты подписался На наш канал Ты красавчик Если ты нажал на колокольчик Чтобы быть в курсе Всех событий Респект Если ты оставил свой комментарий Ты реально разбираешься в боксе Если ты просто поставил лайк Ты лентяй Но за все это Вам большое спасибо Спасибо